Социальные проездные билеты заменят на пластиковые карты. Получить их смогут 35 тысяч льготников города Владимира. Чтобы оформить карту, нужно сначала заполнить заявление. Сделать это можно в здании бизнес-центра на улице Мира, 34. Офис расположен на втором этаже. Прийти и написать заявление на персональную транспортную карту можно с 9 утра до 6 вечера. Людей принимают 4 специалиста. На каждого пустителя тратится в среднем по 5 минут. Длины очереди почти исчезли. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение или документ, дающий право на льготный проезд в общественном транспорте. Любым транспортом езжу. И троллейбусами, и автобусами. Как часто. Но я еще работаю. Поэтому каждый день. С одной стороны, один документ легче возить. А то приходится все равно пенсионный возить. Смотря сколько поездок они нам предложат. Или как ограниченные, неограниченные. Если ограниченные, то смысла и нет ее управлять. Алевтина Самойленко каждый месяц покупает проездной. С единой карты станет удобнее. Тем более, если количество поездок будет неограниченным. По несколько раз в день пенсионерка ездит в юго-западный район города навещать больного сына. Просто необходим мне проездной. Просто необходим. Сын лежащий у меня. Первая группа инвалидности. Я ему продукты покупаю. Тоже куда-то надо. Лекарства покупаю. У меня карточка в аптеках. Тоже надо куда-то съездить. Я, бывает, по четыре, по пять рейсов делаю. На транспортной карте будут изображены золотые ворота. Макет еще доработают. Организаторы проекта успокаивают. Количество поездок никто ограничивать не будет. Главное вовремя пополнять карту. Один раз оформив проездной и получив у нас, они будут в течение всего остального времени, кто-то будет пять лет пользоваться, кто-то десять, они будут просто пополнять на сумму проездного. Допустим, сейчас проездной стоит 416 рублей, они будут пополнять его на сумму 416 рублей. Если проездной будет стоить 450 рублей, они будут пополнять его на сумму 450 рублей. Но они это будут делать сами. Положить деньги на транспортную карту можно будет в отделениях Почты России, киосках Роспечати, в банке или через личный кабинет. Пока идет лишь прием заявлений. Сами карты люди получат примерно через 4 месяца. Об этом их известят СМС-рассылкой. А пока ездить в автобусах и троллейбусах можно по обычным бумажным проездным. Количество мест продажи социальных проездных билетов не меняется на этот период. Также можно будет покупать их в сроке с 20 числа по первое число в тех же самых пунктах, которые действуют сейчас. В городской администрации подчеркивают, пока офис по приему заявлений во Владимире только один на улице Мира. В ближайшее время они появятся в каждом районе города. Объявления с их адресами развесят в транспорте. Вся система целиком заработает ближе к зиме, когда все автобусы и троллейбусы оснастят устройствами для считывания пластиковых карт. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния 33. Продолжение следует...